приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня хотим поделиться с вами рецептом говядины по-тайски если что еще есть рецепт говядины по-английски приходите в гости засовывайте кусок говядины к себе в карман и уходите не прощаясь но этим рецептом мы с вами делиться не будем и так на две порции но собственно говоря все ингредиенты и все количество две порции найдете в описании мы взяли кусочек говядины такой классная даже не знаю это говядина это не телятина лариса говорит говядина нам понадобится соевый соус кунжутные семечки оливковое масло сахар черный перец понадобится половинка яблока или можно использовать половинку груши с грушей немножко вкуснее но груши у нас нету используем яблоко целая луковица острый перец по желанию мы любим острое поэтому используем острый перец мы будем его весь срезать если любите не очень острое то можно там половинку или часть какую-то немножко зеленого лука 3 зубчика чеснока и кусочек имбиря очень вкусная получается мяско очень многое таких рецептов видел называются они говядина по-корейски говядина еще по каковски но мы такую пробовали именно в таиланде поэтому мы готовим как говядину по-тайски а на самом деле называть ее можно как угодно тоненькими слайсиками нарежем мяско вот вообще тонюсенькими тонюсенькими такими вот мяско естественно зачистили предварительно от всех жилочек от всех пленочек все нас к нарезаем вот так сейчас нарежем друзья и вернемся порезали все мяско естественно мне помогала лариса но как помогала я начала лариса порезала не люблю я эту нарезку мелкую лариса на ручке золотые с ней справляется значительно лучше подготовили погружной блендер емкость которой мы сможем сбивать измельчать погружным блендером мелко порежем яблочко чесночок тоже разделим ну как бы каждый зубчик разделим на несколько кусочков чтобы легче было блендеру с этим всем делом справиться имбирь лучше помельче потому что он достаточно твердый чтобы он не остался у нас кусочка что блендер его хорошо перемолол и половину луковицы тоже половинку луковицы порежем так чтобы с ней справился блендер то есть крошить ее мелко не надо просто порежем измельчим порезали лучок помещаем все в чашу в которой мы будем взбивать есть блендеры конечно с чашей уже готовы но у нас такой дешевый ашан блендер туда же сахар и все это хорошо измельчим до состояния кашки кашки монашки ой сейчас вся кухня будет в этом блендере пошел процесс в общем вот таким вот образом друзья немного помучившись измельчим все в однородную массу получилось у нас вот такое вот вкусное пюре луково-имбирно-яблочное отправляем наше пюре говядинке оставшуюся половинку луковицы порежем полукольцами тоненькими тоненькими как как можно тоньше он нам толстый совершенно не нужен отправляем лучок к нашей говядине и порежем половинку перчика чили но опять же таки друзья все зависит будьте аккуратны с перцем чили все зависит от того насколько острое вы любите во первых и во вторых после того как имеете дело с перцем чили тщательно вымойте руки дело в том что если но вот работать с перцем чили а потом нечаянно прикоснуться к слизистым оболочкам то есть либо глазам либо губам либо к носу печь будет немилосердно на меленькие кубики режем его отправляем перец чили к мяску у меня за спиной пищи датчик о том что у нас что-то готово в духовке перестал пищать туда же черного перца черным перцем тоже ну надо быть надо действовать по вкусу лариса берет пол чайной ложечки чайная без горки хорошо оливкового масла и соевый соус а вот соевый соус какой ларис он же и сладкий есть соленый соевый соус по моему сладкого его нету да он весь соленый поэтому мы и не солим это мясо потому что соевый соус как бы соевого соуса достаточно не так кажется что тщательно все это перемешиваем накроем его пищевой пленкой оставим на 40 минут мариноваться через полчаса мы раскалили сковородку лучше использовать вот такой вот вог но если нету можно и обычный сковород и обычную сковородку помещаем туда мясо и обжариваем на большом огне сейчас засечем время и скажем вам какое точно время но где-то ориентировочно 15 минут нам надо чтобы вся жидкость выпарилась из мяса и остался такое чтобы мясо обвалокло достаточно густым соусом через 15 минут говядина по-тайски выглядит вот так вот и она полностью готова теперь надо ее сервировать и дегустировать сервировать можно на лист салата лучше всего подавать эту говядину с рисом для сервировки используем но вернее для подачи зеленый лучок немножко перчика чили по желанию конечно в таиланде его подавали не так а подавали просто в мысочках и кунжутная семечка вот так вот красиво правда и вкусно сейчас я попробую и расскажу вам насколько вкусно попробуем дорогие друзья божественный вкус соус немножко карамелизовался привкус имбиря плюс сладость от сахара соевый соус просто непередаваемо это правда божественно я еще с красным перчиком хочу обожаю красный перчик не знаю правда какой этот по крепости будет хороший будет горечь сладко красного перчика всегда лучше всего гостяки рисом говорю вам это как человек правил мы базе и провели очень много времени в том числе в индии там где красного перца просто не жалею очень вкусное мясо просто потрясающее друзья с удовольствием представляем вам этот рецепт мы его так сказать ну не то чтобы создали сами мы по вкусу определили вот очень много блюд мы пробуем где-то и определяем по вкусу что получается потом стараемся дома повторить поэтому я даже не помню как она называлась реально в таиланде потому что там непереводимая игра слов была какой-нибудь чунь-мунь-мунь вот но мы назвали говядина по-тайски пробуйте вам очень понравится этот рецепт друзья подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх если видео вам понравилось а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго пока